10 предсказаний из фильма «Назад в будущее», которые сбылись 21 октября 2015 года именно тот день, в который Марти, Док и Дженнифер отправились из 1985 года в картине «Назад в будущее 2». Видение технологий, которые представил фильм, вышедший на экране в 1989 году, поразило аудиторию. Прогнозы оказались более точными, чем можно было бы ожидать. Мы отобрали 10 предсказаний, которые действительно сбылись, и еще 3, которые оказались далеки от реальности. Летающая доска Конечно, великим многообразием и модификациями летающих досок мы еще не обзавелись, и никакого реактивного питбуля так и не появилось. Но компания «Лексус» успешно презентовала свою разработку – доску на охлажденных сфиксильных магнитах, которая, к слову, может парить только над металлическими поверхностями. Над водой, увы, на ней не полетаешь. Но это в любом случае круто. Умные очки Во время семейного ужина дети Марти Макфлая сидят за столом в очках, при помощи которых смотрят телевизор и звонят друзьям, чтобы поболтать. С появлением Google Glass в 2013 году и игровых гарнитур, таких как Oculus Rift, это стало вполне возможно. Хотя сидеть в них сейчас за столом – не самая лучшая идея. Видео-чат Видеосвязь Марти с его партнером казалась чем-то невероятным в 1989 году. Но теперь с FaceTime и Skype эта возможность является настолько обыденной частью нашей повседневной жизни, что, кажется, так было всегда. Забавно то, что связь в фильме происходит посредством телефонии, ведь интернета в версии будущего нет. Но вот что поражает еще – немыслимый в то время для домашнего пользования плоский экран с диагональю 16 на 9. Ведь в то время стандартом были пропорции 4 на 3. Управление жестами в играх Дети смеются над Марти Макфлайем, когда он демонстрирует мастерство стрельбы из игрового пистолета, намекая, что в 2015-м все игры будут использовать технологии, в которых ничего не надо будет делать руками. И действительно, сейчас-то возможно с Xbox кинет. Хотя большинство нынешних игроков продолжает использовать мышку, клавиатуру и геймпад. Планшеты Когда в фильме старик просит пожертвовать на ремонт старинных часов, он размахивает устройством для приема платежей, чем-то напоминающим планшет. Там есть дисплей и возможность тактильного ввода данных. Сегодня планшеты являются обычным явлением и занимают в нашей теперешней жизни не последнее место. Самошнурующиеся кроссовки Самошнурующиеся кроссовки Марти были одними из самых странных изобретений в фильме «Назад в будущее 2». И вот сегодня дизайнер из Nike, Тинкер Хэтфилд, представил первую модель такой обуви. Кроссовки реагируют на движение владельца таким образом, чтобы создать максимально комфортное их ношение. Конечно же, первую пару получил в подарок Майкл Джей Фокс, исполнитель роли Марти Макфлая. Роботизированная заправка По большей части, заправляя автомобиль, мы до сих пор делаем те же манипуляции, что и в 80-х. Но это может скоро измениться. Компания Tesla недавно представила змееобразный робот, предназначенный для зарядки их электромобилей. Распознавание отпечатков пальцев Большинство из нас не используют это, чтобы попасть в свой дом. Но распознаванием отпечатков пальцев теперь пользуется множество людей, чтобы разблокировать свои смартфоны или оплатить покупки. Голограмма Голографическую рекламу нам, конечно, не показывают на каждом шагу, как это происходит в эпизоде фильма с анонсом «Челюсти 19». Но прорыв в голографии действительно заслуживает внимания. Чего стоит одно только цифровое выступление Майкла Джексона в 2014-м. И да, бесконечные сиквелы популярных фильмов – это еще одно явление, предсказанное Зимекисом. Дроны Встретить дрона, выгуливающего собаку, в наше время, конечно, практически невозможно. Практически потому, что находились энтузиасты, вдохновленные от идеи, которые ставили такие опыты. Но это факт, что теперь такие летающие аппараты повседневно используются для развлечения или видеофотосъемки. Что же все-таки не свершилось? Летающие машины Хотя попытки поднять машины в воздух были у компаний «Аэромобайл», «Ховербайк» и «Тарафуга». Назвать их полноценными летающими автомобилями сложно. Поэтому с летающими туда-сюда машинами на улицах города придется немного подождать. Самая высыхающая одежда Пока об одежде, которая сама автоматически подгоняется под твой размер, остается только мечтать, как и о том, что она будет сама сушиться после промокания. Фоксимильные аппараты Судя по фильму, фоксимильные аппараты должны были прочно прижиться к 2015 году и до сих пор стоять в каждом офисе, но, слава богу, это не так. Есть еще одно изобретение, которое не было в фильме. Но оно является чуть ли не главным технологическим прорывом, затронувшим теперь жизнь каждого человека. Смартфон. Индивидуальное средство коммуникации, которое всегда с тобой, и, находясь долго без которого, ты ощущаешь себя неуютно. Но давайте не будем занудами. Те умные очки из пункта 3 вполне являются его прототипом, просто визуализация пошла по другому пути. На этом у нас все. Ставьте лайк. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok